Будь ярче, живи в чире, живи в чире, и все будет в себе. А ты думал, мы на кричалке будем стоять руками махать? Да. Нет. Я даже не снял. Суть программы «Будь ярче, живи в чире» заключается в том, что на нашем международном фестивале «Яркие майские твои» раздаются путевки победителям этого фестиваля Международный детский центр «Артек». Если вам нравятся танцы, вам очень понравится его дисциплина «Чирдэнс». Если вы любите силовый вид спорта, то чир и чирмиксы – это ваше место. Все, особенно партнерские групповые станды, очень популярные у взрослых команд. Много выпрямее. Это очень волевое вид спорта. Спортсмены здесь абсолютно другие. Много выпрямее. Я не хотела сначала идти в чирлидинг, я хотела пойти в обычный отряд. Сейчас узнала, сам позанималась, и теперь хочу в своем городе начать заниматься чирлидингом. Мы здесь! Нам здесь! Привет! Горище! Я приезжаю, и мне говорят, что я попала в отряд чирлидеров. Сначала были такие смешанные чувства, я боялась, вдруг у меня не получится. Когда я пришла на первую тренировку, меня чирлидинг полностью накрыл с головой, и я поняла, что это мое, я хочу этим заниматься дальше. На тренировках у нас обязательно разминка, разогрев, ведь если плохо разогреют твои мышцы, то будет очень тяжело заниматься, так как тренировки у нас ежедневные и многочасовые. Чирлидинг тебя укрепляет, ты становишься сильнее и выносливее. Я хочу его попробовать поднять на одиночку, давайте. За время обучения в период смены наши тренеры ставят программы, которые в финальной точке формируется фестиваль чирлидинга Ботярча Живи в Чили. За день до разъезда у нас было соревнование, на котором мы покажем то, чем мы занимались, всю эту смену на тренировках занятиях по чирлидингу. Мы почти готовы, мы отдельные сцены уже разобрали, сейчас делаем речевку. Детям чирлидинг интересен в первую очередь, потому что это очень активно и живое без спорта, и они делают то, что не могут делать другие, это очень удивительно. То есть они учатся таким вещам, которые не приезжают в свой город и рассказывают, что я там летала, я там стояла на человеке, я делала сальто в воздухе. Это очень здорово, что мы формируем здесь, по сути, взрослых личностей. Мы никого не роняем, стараемся не ронять. Педагог очень хорошая, она рассказывает все, как надо делать, она показывает наглядно, подсказывает, помогает, если что, ловит даже. Очень чутко относятся к нам, там дают советы, после того, как мы неправильно выполнили стант, они нас тут вводят, говорят, вот так, вот так, вот тут ты сделала ошибку, вот здесь вот у тебя было правильно. После тренировок сейчас у нас начали болеть руки, они приносят эластичные бинты, они вот прям вот все заботятся о нас. Отдорный бой! Есть три позиции основных, это споттер, флайер и база. База – это то, где стою я, и большинство. В базе стоит основа, которая поддерживает флайеров. Много-много-много-много флайеров, слишком много флайеров. Флайеры – это те, кто выполняет самые сложные акробатические элементы, вишенка на тортике, так скажем. Споттер – это поддержка, и каждый человек команды, на самом деле, безумно важен. То есть нет второстепенных, все выполняют роль, просто важную очень. Белый, синий, голубой! Багер лучше, наслечитой! А-а-а! Чирлидинг! А-а-а! Чирлидинг! 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 Я для себя открыл новый вид спорта – чирлидинг. Подкачался, ну, спорт тяжелый, требует хорошей растяжки, силы. Я занимался спортом, у меня грамоты по спорту, по плаванию и триатлоне. Чирлидинг – это очень важная составляющая сплочения отряда. Когда мы поднимаем флайера, флайер чувствует нашу поддержку, и это важно. А база, в свою очередь, несет ответственность за флайера. Это согласие, это прощать слезы, даже если те заехали по твоему носу, все равно ты прощаешь. Например, вчера мы делали сброс, то есть мы подкидывали девочку и ловили. Это тоже очень интересно и захватывающе, прям, такой драйв получаешь от этого. Конечно же, у нас есть танцевальная битва, которая пройдет, ну, почти в конце смены. Мы очень усердно готовимся к ней, то есть это как и постановка, хореография, акробатические элементы, так и внешний вид. Очень ждем ее и готовимся очень усердно, чтобы выйти победителями. Приезжают те самые лучшие чирлидеры, и они формируются в профильные отряды, которые здесь создаются. Помимо этого, мы привозим сюда наших замечательных тренеров, профессионалов своего дела. Мы также формируем сборные команды вожатых. Это новая фишка нашего фестиваля. В данном направлении нам очень интересно сотрудничать с таким международным детским центром, как Артек. Программа замечательная, мы великолепно работаем. Спасибо всем, кто помогает нам. Партреки нужны такие отряды, потому что они помогают не только популяризировать сам чирлидинг, но и весь спорт в целом. И профильный отряд чирлидинга должен быть обязательно в Артеке. Я абсолютно неподготовленный ребенок, я не спортсменка, я вот вся в творчестве. Меня спросили, чем ты занимаешься, я говорю, творчеством. И они говорят, ну мы тебя сейчас определим в самый творческий отряд, в этот отряд чирлидеров. А если ребенок занимался танцами, гимнастикой, акробатикой или еще чем-то, он уже может прийти в чирлидинг. То есть для них это более общее понятие. Они могут этим заниматься и найти себя в этом. Я считаю, что чирлидинг это молодежное движение, что им надо и необходимо заниматься, что действительно для современных детей чирлидинг нужен. Тем более Артек это как большой дом. Люди должны видеть это и понимать, насколько это красиво и сложно. Продолжение следует...